Приветствую вас и коллеги высказались достаточно однозначно в том, что вам не нужно переживать, не нужно ничего делать, не нужно усугублять ситуацию. Но вы и так с мужчиной, вы с ним вместе, жена это просто пережиток прошлого, часть семьи мужчин, и он никогда с ней отхождение не прервет. К сожалению, я понимаю, что вам очень тяжело сейчас, понимаю, насколько тяжела ситуация, но боюсь, что мне своим ответом придется ее еще больше усугубить, потому что я с коллегами не согласен. Я не считаю, что вы должны терпеть подобное поведение, я не считаю, что вы должны, что вы обязаны довольствоваться тем, что есть, и мириться с поведением своего мужа, который просто занял позицию наименьшего сопротивления, при этом не желая бороться ни за ваши права, ни за свои права, ни за ваше шествие, ни за ваш компот. Точно ладно. И в этой ситуации я бы сделал упор вот на что. Если у вас действительно есть неуверенность в себе, если вы действительно считаете, что вы неуверенны в себе, то я думаю, вы поработаете с кем-то из коллег и проработаете эту неуверенность в себе, будете более уверены, и будете, ну я не знаю, мириться с этой женщиной, может быть, вы просто перестанете обращать на нее внимание, что тоже, наверное, вариант. Другое дело, что вы точно будете знать, что вы не единственная женщина в жизни мужчины, что его жена все время пользуется им, что его жена все время использует его, и вы будете чувствовать присутствие третьего лица. Вряд ли это как-то на вашу уверенность влияет, но тем не менее коллегам нас лучше, я с ними спорить не буду. А вам я скажу, что хорошо, у мужчины есть понимание того, что так быть не должно. Он говорит, я буду все менять со временем. Обещание достойное, но как вы и правильно задаете вопрос, а как вы узнаете? Как вы узнаете, что мужчины все это меняют? Пока, например, вы ничего не видите. Пока вы не видите, что мужчины кто-то готов менять. И в этой ситуации, для того, чтобы как раз-таки она, эта ситуация, сама по себе и по моему мнению, не сделала вас неуверенны в себе, чтобы вы не привыкали делить своего мужчину с кем-то, а я здесь упираюсь именно на ваши ощущения, на ваше представление о том, какими должны быть отношения и так далее, так вот, вам нужно доказать своему мужчине примерно следующее. Хорошо, ты сказал, что будешь за меня. Я готов и ждать, но мне нужно знать, какой у тебя план, потому что мне так не нравится. И здесь не важно, правы вы или нет. Здесь не важно, насколько его бывшая супруга справит, насколько мужчина справит и насколько вы справит. Мы здесь не говорим о том, кто прав. Важно, что вам эта ситуация не нравится, что вы чувствуете дискомфорт. И если мужчина вас любит, он не может просто так взять и закрыть на это глаза. Если ему дорого ваше самочувствие, если ему дорого ваше счастье, то он не станет просто так ничего не делать в этом отношении. А значит, он понимает, что вы хотите знать его конкретные действия, хотите знать, когда это все прекратится, потому что сама по себе ситуация просто ужасная. Да, с мужской точкой зрения, с мужской позицией ничего страшного не происходит. Логика мужчин предметна и узка. Я с одной женщиной, другая женщина, то есть бывшая жена, вроде как просто меняла помощь, ничего страшного не происходит. Но с точки зрения женщины, ситуация гораздо более глумчая. И вы, благодаря интуиции, это чувствуете. Это знает его бывшая супруга, которая, естественно, в вас видит соперницей. И понятное дело, что так продолжаться не может. Поэтому выслать в своем праве сказать мужчине следующее, что подобные инциденты вы терпеть не намерены. Вы не намерены постоянно мириться с тем, что жена, бывшая жена, присутствует в вашей жизни. И вы готовы терпеть подобное поведение и подобную ситуацию только в том случае, если мужчина назовет вам точные сроки и поделится планом относительно того, как он это будет делать. В противном случае вы склонны думать, что мужчина все устраивает, что менять он ничего не собирается и ему все нравится и так. Но вам, вам нет никакого резона, нет никакого желания терпеть эту ситуацию. И вы, если мужчина в ближайшее время ничего не предпримет, не сделает, или хотя бы не расскажет вам о своих планах и не надает точные ссылки, вам не остается ничего другого, кроме как от него уйти. Уйти на время. Уйти для того, чтобы переосмыслить ситуацию. Уйти для того, чтобы прийти в себя. Прямо, что вы не привыкли быть не единственными в жизни мужчины. И если человек вас с вами дорожит, если человек вас любит, если он вас ценит, он сделает все для того, чтобы вам было хорошо. Просто потому, что, простите, но вы не требуете ничего такого, что было бы сверх мир. Вы требуете того, что имеет право любая нормальная, уважающая себя женщина. А просто мужчина не любит негатив, то, что он дипломатически себя ведет, в данном случае выглядит как слабость. И вы это имеете полное право воспринимать именно так, как слабость и не желание защищать себя и вас. Для того, чтобы не сгенерировать этот самый негатив. Но этот негатив на самом-то деле еще больше генерируется. Правда, страдаете только вы. Но почему-то мужчины считают, что вы должны терпеть. А ради чего вы должны терпеть? Сколько вы должны терпеть? Это почему-то никто не указывает. И в этом плане я считаю, что к вам отношение очень нехорошее. Я думаю, что мужчина не имеет права с вами так поступать. Поэтому, да, действительно, простыми разговорами вам здесь ничего не добиться. Мужчину вам не поменять, если вы... Если, точнее, он не готов к этому сам. Если он не настроен на изменения, то вы на него никак не сможете повлиять. Поэтому, чтобы не терять достоинства, чтобы не бить себя по самооценке, по гордости, по самолюбию, скажите ему то, что я отлучил. То есть, пусть он посвятит вас плане, посвятимому того, как он собирается что-либо менять. Пусть он назовет сроки, а если ничего этого он не сделает, значит вы от всего уходите. Пока на время. Потому что терпеть эту ситуацию унизительно для женщин. Может быть и чисто формально ничего плохого не происходит. Но для уважающего себя человека это неприемлемо. И мужчина прекрасно понимает, что вам некомфортно. Прекрасно понимает, что вы страдаете. Прекрасно понимает, что в каких условиях вы находитесь. Но почему-то мирится с этим. И вот здесь уникает вопрос. А почему он не боится вас потерять? Почему он не боится, что вы не станете эту ситуацию терпеть? Почему он не боится, что вы возьмете и уйдете? Скажете, вот ты как бы общаетесь с твоей женой, она тебя в любой момент может управлять о помощи, и ты ей помогаешь, но и общаешься. А почему я дам на терпеть? Терпеть. Почему он этого не боится? Почему он не боится вас потерять? Вот какой вопрос. Думаю, что достойно того, чтобы его проработать. Вы же производите впечатление очень серьезной и рассудительной женщины. И прежде чем совершать подобные поступки, то есть поступки, я имею ввиду, уходить от него и так далее, поговорите с ним, выскажите ему не то, что он делает неправильно, не то, что он как там что-то не видит, что-то не замечает и так далее. Вы не про жену говорите, вы про себя скажете, сказать, что вам плохо, что вы страдаете. Скажите, что вы чувствуете себя унизенными. И здесь не важно почему. Здесь не важно как, здесь не важно причины. Здесь важен сам факт. Если любимая женщина говорит мужчине, что ей плохо, любящий мужчина сделает все, чтобы ей стало хорошо. А если он этого не сделает, значит так он ее любит. И он ее так любит, в кавычках, а женщина позволяет себя так любить. И вопрос заключается в том, а почему женщина позволяет так себя любить. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!